Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Здравствуйте! Принято в первом чтении. Севастопольские депутаты утвердили поправки в устав города, которые вводят норму прямых выборов губернатора. Решение единогласно поддержали все 24 народных избранника. Подробности пленарного заседания в материале наших корреспондентов. Решение об изменении устава Севастополя и нормы введения прямых выборов губернатора принято единогласно в первом чтении. За законопроект проголосовало 24 депутата. В этом году вопрос уже дважды ставился на голосование в законодательном собрании в марте и в июле. Но оба раза для положительного решения не хватало трех голосов. Напомним, после воссоединения Севастополя с Россией губернатор утверждался депутатами законодательного собрания из числа кандидатур, предложенных президентом России. В случае принятия документа во втором чтении, градоначальник будет избираться путем прямого голосования. Между первым и вторым чтением, если мы вносим изменения в устав, должен пройти месяц. Еще вот в сегодняшнем заседании мы обсудим вопрос о составе рабочей группы, которая будет готовить изменения. И уже по истечению месяца, полагаю, у нас, наверное, это будет не на следующем заседании, поскольку мы заседание проводим два раза в месяц, но, наверное, через заседание, может быть, через два, мы будем рассматривать во втором чтении законопроект, который сегодня получил поддержку всех депутатов законодательного собрания. Я думаю, что вот этот факт, что несмотря на разногласия, которые существовали, несмотря на замечания, которые были озвучены, тем не менее депутаты посчитали для себя возможно поддержать законопроект в первом чтении. Я надеюсь, что мы примем изменения в устав во втором чтении, разработаем два закона, или это в одном законе будет, о выборах губернаторов и об отзыве губернатора. И в сентябре следующего года проведем первое в истории города открытое голосование за губернатора. Прямые выборы губернатора города – ответ на упрёки недружественных государств, обвиняющих Россию в нарушениях прав человека в Крыму. Об этом на сессии заявил в Рио губернатора Севастополя. Дмитрий Овсядников сразу после назначения на должность 28 июля заявил о том, что он сторонник прямых губернаторских выборов в Севастополе. На сессии 18 октября он ещё раз подтвердил, что желает участвовать в предвыборной гонке. Для города это, безусловно, историческое событие. Город получил право, и я надеюсь, после второго чтения это право станет окончательным, прямого волеизъявления выборов градоначальника, главы Севастополя. Для меня это, безусловно, возможность именно на прямых выборах узнать то, что я буду делать в ближайший год, как было оценено севастопольцами. Те проекты, которые мы запускаем, развитие сейчас последние два месяца активно по ФЦП работаем, и те повседневные задачи и вопросы, которые мы решаем, как благоустройство города, изменение правительства города, работа с общественными организациями, то есть те повседневные вопросы, на которых правительство сегодня сконцентрировано, какую оценку мы получим через год. Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик заявил, что выступают за прямые выборы губернатора Севастополя, и дело даже не в том, что в большинстве регионов России люди сами избирают главу города, а именно в том, что для Севастополя это станет исполнением мечты. Дмитрий Белик сообщил, в качестве кандидата в губернаторы поддерживает Дмитрия Овсянникова. Я всегда эту позицию отстаивал, и до русской весны был за то, чтобы Севастополь имел право выбирать своего городоначальника, и после русской весны моя позиция не менялась. Могу сказать совершенно ответственно, проведя кампанию на выборы в Государственную Думу, я провел более 150 встреч с избирателями, и на тех встречах, где этот вопрос поднимался, подавляющее большинство севастопольцев за прямые выборы. Поэтому, безусловно, то, что сегодня единогласно проголосовали депутаты, это воля изъявления наших севастопольцев. Я не планирую выставлять свою кандидатуру и поддерживаю нынешнего губернатора. Решение полицовета местного отделения «Единой России» озвучил депутат Борис Колесников. Правящая партия рекомендовала поддержать поправки в устав в первом чтении. Он отметил, опросы севастопольцев свидетельствуют о том, что людей волнуют не столько прямые выборы, сколько процедура отзыва выбранного губернатора. И предложил ко второму чтению подготовить два законопроекта о выборах высшего должностного лица и по процедуре отзыва губернатора. Оставались и остаемся верными своей позиции, которая изложена в предвыборной программе партии 2014-2016 года. В послании президента Российской Федерации, федеральному собранию, где он сказал, что все ключевые законопроекты должны проходить так называемые нулевые чтения, обсуждения. И поэтому мы приняли решение в первом чтении поддержать, а за месяц, который по закону будет проходить между первым и вторым чтением, провести все-таки общественные слушания, консультации со своими коллегами-аднопартийцами, с жителями города. И от этого будет зависеть наше голосование во втором чтении. Председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева сообщила, параллельно с рассмотрением поправок до второго чтения депутаты будут готовить закон о выборах губернатора. В законодательном собрании рассчитывают, что в этом году документ будет утвержден в окончательной редакции. И севастопольцы смогут самостоятельно выбрать главу города в един день голосования. Это в следующем сентябре. Арсений Ковалевский, Анна Малышко, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Севастополь заключит межпарламентский договор с Санкт-Петербургом. За соответствующее решение проголосовало 23 депутата. Председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева, представляя документ, отметила, что среди множества подписанных соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Севастополем и другими субъектами России, данный документ будет занимать особое место. Кроме того, в рамках сессии депутаты приняли изменения в ряд законов, имеющих социальное значение, и во втором чтении утвердили документ об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений в Севастополе. Народные избранники ратифицировали соглашение, подписанное главами исполнительной власти Республики Северной Осетии Алания и Севастополя. Проект закона подготовлен с целью развития эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Северной Осетии Алания и гордой федерального значения Севастополя, обменом опытом и постоянного информационного сотрудничества во всех сферах социально-экономической деятельности. На проблемные точки города указал коммунальщикам в Рио губернатора. Дмитрий Овсянников во вторник утром проехался по Ленинград, по Ленинскому и Гагаринскому районам. Одной из основных проблем остается уборка улиц. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Запланированный объезд Ленинского района, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя, начинает с артбухты. Дмитрий Овсянников отказывается смотреть предложенные локации и берет инициативу в свои руки. В сквере пойдем посмотрим. Все же убрано. Не так. Да все убрано. Поехали, покажем, где увидели. Поехали на Гагаринск. Давайте за нами. Далее Гагаринский район. Правительственная делегация останавливается на проспекте Юрия Гагарина. Контейнерная площадка возле второго дома переполнена. Мусор валяется в радиусе 10 метров. Представитель исполняющей организации обещает, что в течение часа весь мусор уберут и вывезут. Вчера был срыв. Сегодня в течение часа будет это все будет устроено. Понятно. Срыв по техническим причинам. Давайте не будем это воспринимать как технические причины. Эта же организация ответственна за уборку в сквере севастопольских курсантов на конечной остановке шестого маршрута. Коммунальщики оправдываются. Говорят, здесь мусор не убрали. Тоже из-за технических проблем. Покажите чистый убранный участок. Больше ничего не надо. Площадь у входа в сквер. Дворники убрали сухую листву и спрятали ее под ступени. Таким образом, чтобы было незаметно со стороны входа. Глава города остался недоволен работой исполняющей организации. Объезд проблемных участков заканчивается на улице Ленина. Я отчасти связываю это с тем, что не осуществляется в должном виде контроль нашим казенным учреждениям. Соответственно, Владимир Васильевич Базаров, как замгубернатора, до конца недели обязан будет перевести работу в этом направлении в порядок. Мы в понедельник обсуждали на аппаратном совещании закрепление за каждым сквером ответственных, в том числе с привлечением муниципальных округов, администрации муниципальных округов, чтобы они нам помогали выявлять такие факты. Даже здесь, на центральной улице, вы видите, исполнитель «Чистый город» совсем не делает наш город чистым, поэтому это тоже подлежит контролю. Дмитрий Овсяников отметил, средства в бюджете закладываются достаточные и ситуации с недобросовестной уборкой и вывозом мусора не должны возникать. Проблему обсудят за круглым столом в пятницу, а в понедельник делегация правительства снова посетит проблемные замусоренные участки, отметил глава города. Сергей Краснослободцев, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Завтра, 19 октября, с 9.30 утра потребителям, проживающим по адресу Садовое товарищество «Гавань» по номерам с 63 до 90, 173 и со 182 по 669 отключат газ, пишет пресс-служба правительства Севастополя. На действующем газопроводе ведутся работы. Восстановление газоснабжения будет с 12.30. Потребители природного газа просят соблюдать правила безопасности перекрыть краны перед газовыми приборами в период проведения работ, обеспечить постоянное проветривание помещений. Компания «Севастополь Энерго» получила паспорт готовности к зиме. Специальная комиссия специалистов Минэнерго и Ростехнадзора проверила предприятие в начале октября. Оценивалась материально-техническая база, состояние оборудования, квалификация персонала. По всем параметрам фирма соответствует нормам. Елена Корноухова продолжит. К зиме «Севастополь Энерго» начала готовиться еще в мае, как только режим ЧС был снят. За несколько месяцев сотрудники предприятия произвели масштабные работы. Отремонтировано более 100 километров линии электропередачи. Ведется завершение реконструкции подстанции «Омега». Введено в работу новых подстанций 17 штук. Это в основном периферия, зона, где у нас идет активная застройка людей. Это Любимовка, это Софья Перовская, это Терновка, это Орлиная. Значит, 17 подстанций мы ввели. Более 25 километров линии электропередачи построили за этот период. В «Севастополе Энерго» работает более 700 сотрудников. 240 из них занимаются непосредственно ремонтом сетей. По словам Виктора Шульженко, техника предприятия оснащено на 100%. Автопарк ежегодно обновляется. В 2016-м приобретена новая вышка, три бригадные машины, а также лаборатория для высоковольтных испытаний. Всего в компании 111 единиц техники. Предприятие укомплектовано аборийным запасом на 100%. Заключены договора с подрядными организациями, которые при необходимости окажут помощь при ликвидации аварии. Плюс «Севастополе Энерго» заключила соглашение с такой же энергетическим предприятием. «Россетей» называется МРСК «Центр». Это такое же предприятие, как «Севастополе Энерго», обслуживающие области Подмосковья. В течение суток они обязуются переправить нам сюда свои бригады. И на наши склады, уже здесь, на территории «Севастополе Энерго», запас оборудования, который может понадобиться в случае чрезвычайных ситуаций. В начале октября на предприятие с проверкой приезжали специалисты из Минэнерго, а также Ростехнадзора. Они проверяли материально-техническую базу, состояние оборудования, квалификацию персонала. Результат «Севастополе Энерго» соответствует нормам. 13 октября компания получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов. Виктор Шульженко отмещает, что выдача этого документа – важное событие. Он является показателем качественной работы предприятия. Елена Корнухова, Андрей Тымчук, информационный канал «Севастополя». Бывший директор предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» признан виновным в коммерческом подкупе. По сообщению Следственного комитета, 38-летний директор Ашот Бегляров в период с сентября 2014 по апрель 2015 года незаконно получал от предпринимателей деньги от 50 тысяч до 700 тысяч рублей за осуществление коммерческой деятельности на территории кладбища в районе 5-го километра Балаклавского шоссе. Суд назначил Беглярову наказание в виде от 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 18 миллионов рублей. И к новостям спорта. В Сочи финишировал чемпионат России по парусному спорту. Участие в соревнованиях принимали и ведущие севастопольские спортсмены. Регату сопровождал слабый ветер, дождь, хорошая морская волна и высокое течение, которые вносили коррективы в результаты спортсменов и лидеры часто менялись. В классе шверботов 472 место у женского экипажа в составе мастеров спорта Александры Чичеровой и Людмиры Томошиной. В общем за счете из 22 шверботов они стали восьмыми, уступив москвичкам. В классе финн борьбу за медали вели четверо севастопольцев. Мастер спорта международного класса Алексей Борисов на четвертой позиции, мастер спорта Евгений Деев шестой, еще один международник Юрий Божидомов седьмой, а юный перспективный гонщик Георгий Эмертли финишировал двадцатым из 30 финистов. В классе парусных гонок РСХ победил спортсмен из Санкт-Петербурга Александр Зайганов. Из 16 досрочников мастер спорта Максим Токарев, дающий за счет Таганрогу и Севастополю только восьмой, а Максим Колцу на одиннадцатом месте. На этом у меня все, а эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok